Руководитель студенческих отрядов Самарской области Сергей Пушняк посетил 4-ю городскую больницу, чтобы пройти процедуру ревакцинации против коронавируса. Первую прививку сделал более полугода назад. Рассказывает, что кроме небольшого повышения температуры никаких побочных эффектов не было. Перед процедурой пациент прошел обязательное анкетирование и осмотр врача. Собственностью с заболеванием вас нет, то есть по медицинским показаниям можно сделать вам вакцину спутник ЛАИ. Для выездов за пределы области в составе студенческих групп необходимо наличие сертификата о вакцинации. Ребята совершенно нормально к этому относятся и понимают, что это нужно делать. Соответственно, сейчас наступает вопрос ревакцинации. Ребята также понимают, что это нужно делать для того, чтобы организм был готов. Из моего окружения, да, вся моя семья вакцинировалась, друзья, знакомые окружения, поэтому большой процент охвата. Сейчас очень важно поддержать свой иммунитет путем ревакцинации. Для удобства жителей города с апреля прошлого года на базе 4-й городской больницы был открыт круглосуточный прививочный кабинет. С начала старта прививочной кампании в стенах медицинского учреждения вакцинировали более 84 тысяч жителей региона. Доступны все вакцины, зарегистрированные на территории страны. По словам медиков, ревакцинацию можно проводить любой из них. Жители, которые уже привились спутником ВИ, чаще всего предпочитают спутник ЛАИ. Сейчас уже у нас жители идут на ревакцинацию, и это тоже важно в условиях сложной эпидситуации. Мы знаем, что уже пришел омикрон, и омикрон зарегистрирован на территории, выявлен на территории Самарской области. И поэтому это очень важно сейчас побеспокоиться о своем здоровье, о здоровье своих родных и близких. И кто проходил первую вакцинацию, через 6 месяцев уже можно делать ревакцинацию. После прививки пациенту стоит отказаться от употребления алкоголя и тяжелых физических нагрузок. Также врачи не рекомендуют посещать бани и сауны. Прививаться против COVID-19 разрешено и будущим мамам, начиная с 22 недели беременности. Максим Магомедов, Константин Головин. События.